Добрый вечер дорогие телезрители, среда 19.30, обратите внимание 19.30, теперь мы будем выходить с 19.30 и наша программа будет длиться ровно час. Темная студия и первую в новом году программу мы бы хотели начать с обзора тех событий, которые могли повлиять на замечательный отчет нашего коллеги из Минздрава Назара Амосова о том, как проходили будни приемного покоя. И в немаловажной степени это объясняется тем, что и как пили наши сограждане. Ну и будем говорить о последствиях, о каких-то аспектах оборота, легализации и прочего. Тема на сегодня звучит так, контрафактный алкоголь, правда и вымысел. Мы начинаем. Ну и конечно, не в малой степени к этому разговору подтолкнуло трагический случай, когда 76 человек погибло в Иркутске от употребления я даже не знаю чего. Слеза комсомолки по сравнению с этим это, я не знаю, роса божья. Настойка боярышника, которая свободно в принципе продается в аптеках, в каком-то ином виде, наверное, она применялась. Потом последовал Красноярск, где 4 жизни унесло использование алкогольных коктейлей, в которых тоже набодяжили невесть и что. И аспект, конечно, ну по крайней мере, токсикологи как таковые у нас сегодня отсутствуют, но наркологи будут замещать их. Что может, ну, каковы самые минимальные последствия употребления не того, чего надо? Пожалуйста. Дмитрий. Ну, какие могут быть последствия? Последствия всегда одно, это состояние алкогольного опьянения мы получим, да, и соответственно нарушение поведения. Да. Это нарушение поведения. А если вы конкретизируете по поводу боярышника, ну, конечно, это мы понимаем, да, который продается в аптеке, это гомеопатический препарат, да, растительного происхождения, который содержит спирт. Спирт, как правило, используется 70% и оно должно приниматься по назначению врача и капельно. Но, к сожалению, есть контингент населения, который приобретает данный препарат и применяет, скажем так, не по назначению. И последствия мы сами видим, в принципе, да, нечасто на улицах, в каком состоянии не бывает. Ну, объективности ради скажу, что в Иркутске был-то не аптечный боярышник, а был... Да, абсолютно верно, там был... Компот технический, косметический. Скажем так, да, это, видимо, ну, насколько я знаю, информирован, это был специальный раствор для ванн, косметического назначения, да, концентрат. И, к сожалению, их употребили, и там содержался метиловый спирт. Метиловый спирт, да. Еще раз, как доктор, который имеет отношение ко всему этому? Ну, последствия употребления метилового спирта. Какова смертельная? Отравление, острое отравление и смерть. Какого количества достаточно, чтобы человек просто отдал... Знаете, количество... Тут, наверное, не стоит говорить о количестве, да? В любом случае, минимальное количество метилового спирта тоже, к сожалению, без последствий не останется. Я к человеку либеральных взглядов... Что-то Мерфей говорил-то насчет слезы комсомолки, лосьон для ног, по-моему, да? И что-то подобное, там шипр, трогнал, реклон и так далее. Все вот это дело мы видим, к сожалению, на прилавках недобросовестных предпринимателей, которые целенаправленно в вечернее время, в обход вот этих вот всех наших актов по противодействию антиалкогольной, скажем так, политики, да, они стоят в доступе, в абсолютном доступе человек может не только асоциальный лимит. Вполне нормальный человек, который начитал с того же Венедикта, да, может купить и употребить все вот это дело. Ну, я не знаю, каким идиотом надо быть, чтобы вовнутрь-то впихать... Ну, здесь ответ один. Это больные люди. К сожалению, те люди, которые страдают алкоголизмом, да, когда появляется безудержное желание употреблять алкоголь, им без разницы, что это такое. Самое главное, что на этикетке будет написан спирт. Все. А дифференциация, насколько это будет вредно для их здоровья, такого не будет. К сожалению, это болезнь, и мы с вами должны это понимать. То есть наше видение, да, врачей-наркологов, такое, что в любом случае все спиртосодержащие, будь они это препараты, будь это косметические средства, за ними должен быть государственный контроль, ну и более-менее жесткий, чем сейчас. Да. Государственный контроль. Я добавлю, да? Да. Значит, мне кажется, вот иркутский случай, это случайность, все-таки. Это фатальность какая-то, ну, случайность, которая наступила, но по комплекту причин. Такого не бывает каждый день. Хотя отравления, они всегда присутствуют в нашей жизни. Независимо от того, что ограничивают, там, борьбу за трезвый образ жизни ведут. Поэтому вот связывать иркутский случай вот именно с ограничительными мерами, там, какими-то там, там, доктриной здорового образа жизни, вот не стоит. Это может случиться всегда, в любой момент. И это случилось. Поэтому вот я считаю, что всегда мы должны быть готовы к таким явлениям. И, конечно, их надо предотвращать именно вот комплексной работой, начиная с анапиднадзора, начиная с производителей, начиная с системы торговли, МВД, алкогольрегулирования. Только тогда мы предотвратим такие случаи. Вот то, что на сегодня мы приняли, вот, постановление правительства специальное, да, это очень здорово. В данное время мы насторожены. Это по рецептуре, которая? Ну, на предотвращение вот таких случаев, как в Иркутске. Значит, председатель правительства подписал постановление, да. Я вот позавчера получил, и там написано, что нам надо в это дело отслеживать. На территории Якутии, чтобы такого не случилось. Вот это правильная мера. Ну, ладно, это хорошо. Мы, в принципе, немножко не туда ушли. Все-таки тормозная жидкость и так далее, это совсем уж тяжелые вещи. Другое дело, когда под видом продукта для употребления, скажем, пищевого употребления, ну, алкоголь, будем говорить, что пищевой какой-то продукт, в какой-то мере, да. Паленый алкоголь, контрафактный алкоголь, то есть алкоголь, который не прошел через сито государственной системы эгоист. Вот об этих аспектах. Не секрет, что огромное количество алкогольной продукции, или, вернее, под видом алкогольной продукции, разливается или продается и употребляется людьми неизвестно что, которые в гаражном порядке, скажем так, разливаются, и кто-то получает с этого очень большие доходы. Очень большие. Мы не будем, в принципе, отслеживать схемы, хотя у нас же жанр курилки, мы знаем, что свято место пусто не бывает, где там запрет, туда хлынет обязательно вот этот какой-то неучтенный, неконтрафактный, паленый и так далее алкоголь. Но в первую очередь, конечно, и общественность, когда начинались вот эти меры, в зоне особого внимания оказались представители правоохранительных органов, которые начали охоту фактически за бутлегами, да, но ситуация как она, преломняется или все-таки остается на прежнем уровне? Ну, ситуация сильно не меняется, мы делаем, что можем. Допустим, к примеру, буквально со 2 по 9 января нами было на ходе операции 16 фактов, тоже незаконного продажи алкогольной продукции было. И в прошлом году работу проводили больше, около 300 фактов изъятия было. Также по контрафакту работаем, по каждому изъятию в магазине, допустим, бутылку отправляем, ну, скажем так, на экспертизу, является ли это контрафактом или не является контрафактом. То же самое, в преддверии вот этих, скажем так, чересчайных ситуаций, да, совместно с Роспотребнадзором ездили в декабре, пробные изъяли из магазинов, тоже на экспертизу отправили, ну, на сегодняшний день только имеется содержание тела в спирте. То есть, ну, сейчас-то жизнь упрощена, да, есть вот это вот приложение, по которому проводишь, сканируешь штрих-код, и можно прямо тут же на месте определить, легальный продукт или нелегальный, да, нет необходимости там отправлять куда-то на длительную экспертизу и так далее, ну, согласитесь, что жить стало легче и веселее в этом аспекте. Определять первично, скажем, оно легальный он или нет? Да, есть такое приложение на смартфонах, но, опять же, тут речь идет о гражданах, которые уже выпившие. Допустим, пришел в магазин, купил, в принципе, у тебя мысль только одна – выпить. Тут уже не до дела там для каких-то приложений там. Поэтому мы направляем каждый алкоголь на экспертизу. Не, ну, любой здравомыслящий человек, который, придя в магазин, да, хочет, наверное, убедиться в том, что он покупает высококачественную, скажем так, двойной ректификации спирта или нечто подгараженное. Согласитесь? Так что, наверное, все-таки наличие вот такого рода приложения – это подспорье не только правоохранительным органам в первичном определении, да, не только вот органам, которые контролируют вообще, а и для любого гражданина, который, ну, из четверых тут стоящих, скажем, двое употребляют, да, ну, по праздникам там и так далее. Вам же немаловажно знать, что вы потребляете? Так что, ну, пока-пока, видимо, они готовят свои вопросы. Но что делают, я к вам прямо сейчас, да, что делают, какова роль, вернее, органов Роспотребнадзора в каком-то, ну, ограничении подобного рода коммерческой или предпринимательской деятельности? Ну, плановые, внеплановые мероприятия проводятся. Опять же, предупредив, да, вот за 15 дней, да, мы плановые мероприятия обязательно, да, с предупреждением. Вот с момента вступления 294-го федерального закона, контролирующие органы, они как бы ограничены проверять вот все вот этих индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ну, которые в том числе и торгуют вот алкогольной продукцией, да. И до 2018 года у нас еще идет мораторий на субъекты малого бизнеса, поэтому также мы их не можем вставить в план, да. Но кроме этого есть внеплановые проверки, внеплановые проверки по заявлениям граждан, по информации государственных органов, ну, или любой другой информации, или по требованию прокуратуры, мы выходим, да, мы проверили вот в текущем 16-м году, порядка 100 проверок провели, это все они внеплановые проверки. И последнее, очень большое количество проверок было, ну, основное количество это было в декабре месяце, когда уже было издано вот постановление в правительство Российской Федерации и приказ федеральной службы Роспотребнадзора именно о запрете вот спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, вот именно о проверках, о проведении внеплановых проверок. Ну, поэтому мы и начали и с алкогольных магазинов, и далее уже непищевые, а спиртосодержащие жидкости тоже на сегодняшний день. Скажите, а не будь установки некошмарения вот этого бизнеса, да, больше бы определялось и изымалось, скажем, незаконно? Однозначно, да. Однозначно, да. То есть вот этот режим некошмаривания бизнеса, он в какой-то мере мешает? Он, может быть, мешает контролирующим органам, но с одной стороны он повышает ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, да. Повышает ответственность индивидуальных предпринимателей. Давайте и об ответственности наших бизнесменов и о многих других аспектах оборота алкогольной продукции мы сразу после рекламной паузы, которая неизвежна, неизвежна прямо сейчас на канале НВК Саха. Хороший вопрос прозвучал во время рекламной паузы. В наше время чем легче отравиться кильками или все-таки паленой водкой, спрашивает ли они танцыфер, но он озвучит, конечно, свои вопросы тоже. У меня сразу после прозвучало же в конце об ответственности бизнеса представителям нашего государственного ярлыка, получается, ФАПК Якутия наша дражайшая, которая очень-очень хорошо продвинулась в этом направлении. Я не скрою ни для кого, что цифры, когда был реанимирован, скажем так, ФАПК, и сейчас цифры, они несопоставимы. Почему вы, основной хлеб которого, скажем так, вот эту вот продукцию... Мы выступаем активно против... Вы же активно пилите сук, на котором... Мы выступаем за борьбу с контрафактной и нелегальной торговлей. Это две взаимосвязанные вещи, но их нужно четко отделять. Нелегальная торговля, она может быть и легальной продукцией. То есть это те самые вот легеры, которые покупают в тех же официальных магазинах по розничным ценам и перепродают ночью. То есть они не совершают факт преступления торговли контрафактной продукцией, но занимаются незаконным предпринимательством и неразрешенное законодательством время. А вот это алкодоставка и так далее? Да. Но, тем не менее, их обороты, они входят в статистические данные, которые по продаже алкогольной продукции розничной в Якутии, потому что они их купили в розничных магазинах. Другое дело, что есть из этих бутлегеров часть определенная, которая не покупает в местных магазинах, а которая продает ту продукцию, которая привезена контейнерами, фурами из других регионов и которая является откровенно контрафактной. То есть с этой продукцией не проходила технологический контроль, с них не выплачены ни акцизы, ни НДС, и, соответственно, она является высококонкурентной по цене, по сравнению с легальной продукцией, но она представляет опасность для жизни. И она не может по определению продаваться в легальных лицензированных точках по продаже алкогольной продукции, оборудованных единой государственной автоматизированной информационной системой. Эта система ЭГАИС, она внедрена с 1 января 2016 года, и каждая продукция, кроме пивной, должна быть проведена через сканер, для того, чтобы данные о продаже той или иной продукции с уникальным номером акцизной марки отправлялись в единую систему. И впоследствии, если одна и та же марка продавалась два раза, соответственно, Росалкогольрегулирование проводит расследование. Это двойная марка или был факт, два раза одно и то же продавали, то есть проводится расследование. То есть на данном этапе, если вы купили продукцию в легальной лицензированной розничной точке и вам провели продажу через систему ЭГАИС, то факт приобретения контрафактной продукции, скажем так, очень низкий. А если вы покупаете продукцию у доставщиков нелегальной продукции, если вы покупаете у нелегальных предпринимателей, то есть тех, которые не владеют лицензией на торговлю алкогольной продукции, или же у индивидуального предпринимателя, который не имеет права продавать крепкий алкоголь, то есть индивидуальный предприниматель может заниматься только реализацией пивной продукции, согласно законодательству. То есть у вас есть уже более 50% вероятность, что вы приобретаете контрафактную продукцию. Более 50% того, что ты употребишь китайский спирт, не знаю, вот этих для детергентов в бутылках, которые рассасовываются. Я особо-то не употребляю, поэтому. Я знаю, что особо не употребляю. А какова роль тогда управления алкоконтроля, которое, не знаю, еще раз говорю, каждому предпринимателю не поставишь распотребнадзор, не приставишь полицию и так далее. Основная нагрузка тогда ложится же на вас по лицензированию. Управление у нас помимо лицензирования, у нас еще сширяет лицензионный контроль. Именно за рождественную продажу алкогольной продукции. Но если к нам поступают обращения о том, что в неурочное время идет продажа, или же идет продажа в обычном магазине виноводочной продукции, конечно, мы реагируем. В любом случае это в наших полномочиях по привлечению нарушителей к ответственности. Допустим, в прошлом году, конечно, цифры показывают, показывают то, что по результатам нашего мониторинга было выявлено, в магазине было изъято свыше 300 литров алкогольной продукции. Часть, которая была направлена на проведение экспертизы, это уже с тем, что на поддельную марку. Ждем результатов. 300 литров? Это только в одном магазине? Это не в одном магазине, это в нескольких магазинах. Но как вы понимаете, то, что те, которые нелегальным занимаются продажей алкогольной продукции, у них покупается в рознице и продается небольшими партиями, привозится, потому что проверки могут быть ежедневные, еженедельные. Они тоже опасаются. И поэтому контейнерами, те, кто рискнет привезти и поставить возле своего магазина, это мало кто будет. Мало кто будет. Можно я вопрос задам? Давай. Наверное, представителям правоохранительных органов. В ситуации с бояришником, я так понимаю, что те, кто его производили, они же прекрасно понимали, что некоторые категории населения его пьют. Они продолжали производить, но в какой-то момент вместо обычного спирта добавили туда технический, и случилась эта трагедия. И в принципе то же самое может повториться и с контрафактным алкоголем. Сейчас они туда добавляют нормальный спирт, но в какой-то момент они могут взять и перепутать или что-то. Трагедия может повториться в больших масштабах, чем в Иркутске. Если мы канал этого нелегального алкоголя не остановим, то я общался с хозяином торговой сети «Алмаз», Матлабом и Бадовым, и он мне сказал такую интересную вещь. Он говорит, я готов платить зарплату пятерым сотрудникам полиции, сам, из своего кармана, для того, чтобы они стояли на въезде в город Иркутск и проверяли въезжающий фуэр. И говорит, таким образом, я за месяц решу проблему нелегального алкоголя в Иркутске полностью. Вот у меня вопрос с представителем правоохранительных органов. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту точку зрения. — Зарплату у него никто не брать не будет, своя зарплата есть. — Ну, просто не про зарплату, а про то, что вы не можете проконтролировать эти фуры, которые въезжают. — На самом деле это не так. Посты у нас стоят и работают, так же, как и планово, и непланово. Рейды проводятся с сотрудниками ГАИ, управления экономической безопасности. Вот буквально недавно большую партию фур остановили в том изъятии. Ну, сейчас не буду говорить о подробностях, но факты есть в уявлении. У нас федеральных дорог-то не так много. Все они перекрываются, все работают. Единственное, да, идет тут нагрузка на сотрудников. То есть каждый день стоять тоже не могут. Ну, допустим, вот пришли в магазин, изъяли алкогольную продукцию, мы обязательно отправляем его на экспертизу. Опрашиваем продавцов, откуда все это идет, пытаемся все выявить. Допустим, пример был в прошлом году участковым по магазину, скажем так, в квартале определенном. Одну бутылку он взял, да, изъял, да, экспертизу отправил. Потом в ходе мероприятий определенных в итоге 5000 литров изъяли. Контрафакт продукции. Работа проводится. Да, действительно есть трудности. Ну, пытаемся как-то бороться со своими силами. Я просто хочу пояснить, что вы же представляете заместитель начальника по участковым, участковым полномочиям. А вот ограничение дорог и прочее, это скорее линейная полиция больше. Нет, там есть определенное ограничение. То есть транспортная полиция, она занимается только авиатранспортом и железнодорожным транспортом. На дорогах, автомобильным транспортом транспортная полиция не занимается. То есть это прерогативы ДПС и обычных. Да. Можно вопрос? Да. Вот Алексей задал, я тоже захотел. Вопрос такой простой. Были ли, ну, в защиту предпринимателей, может быть, тех людей, которые погибли от боярышника, да? Были ли бы такие случаи, если бы водка была дешевле? Если бы ее можно было бы купить, доступную, простую, самую простую водку, допустим, в АПК Якутии. Были ли бы такие случаи? Конечно, таких случаев было бы меньше, но это целенаправленная политика федерального правительства, это удорожание, то есть повышение, целенаправленный рост ставок акцизов для того, чтобы алкогольная продукция стала менее доступной, чтобы народ стал меньше употреблять алкогольные продукции. В других странах для любых слоев населения есть свой алкоголь. Любых. И государством обеспечено его качество. У нас минимальная цена на водку 0,5 литров, это 190 рублей. Из них 100 рублей акциз. 100 рублей, да. И поэтому та продукция, которая продается под видом косметической продукции, парфюмерной, она не облагается акцизами, и, соответственно, она стоит намного дешевле. Вот та же контрафактная продукция. Ее привозят предприниматели, причем привозят на постоянной основе, правильно? Одни и те же предприниматели. Одни и те же. Развозят по одними и тем же точкам. И у них, как правило, я думаю, что одни и те же клиенты. Конечно. Так же? То есть люди пьют постоянно такую контрафактную водку. Только из-за того, что государство решило, что надо на водку сделать такую цену. Правильно? Можно я отвечу, да? Я отвечу статистические данные, которые по крепкому алкоголю в Российской Федерации. Если взять весь объем крепкого алкоголя, который продается, то из них только 40% приходится на легальную водку, которая производится лицензированный производитель. Вы представитель завода, вы скажите, что если бы водка была 50 рублей, да? Тогда бы все покупали. Все бы покупали. Тогда бы увеличилось количество отравлений от качественного алкоголя. Не контрафактного, а качественного алкоголя. Почему? Качество предоставляет государственная фирма. 40% это легальная водка, 20% это боярышник. Контрафактная водка, а контрафактная отравится. А сделаем водку нормальную, будем отравиться нормальной. Я понимаю вопрос Андрея. Он говорит, я хочу отравиться официальным алкоголем. Нет, я не о том говорю. Я хочу отравиться, но я хочу отравиться официальным алкоголем. Искусственно созданная ситуация. Вот смотрите, боярышник, раз, да. Понижение продаж в ОПК Якутии, два. Бутлегерство, три. Это все задачи самогоноварения. Это все из-за одного. Давайте я вам еще добавлю цифры. 17% крепкого алкоголя это как раз самогоноварение. 20% это боярышник. А 20% это контрафактная водка. То есть боярышник, то есть только 40% приходится на легальную водку. Остальные 60% это... В лице ФПК государство теряет в налогах. И мало того он в налогах теряет, оно теряет еще в здоровье, потому что ФПК обеспечивает качество. Так же получается. Другое дело, что количество выпитого вина, это уже другой вопрос, да. Сейчас-то мы говорим про боярышник, который вот там ванны надо чистить. Люди-то это пьют. Это же должно государство-то смотреть. Не то, чтобы там предприниматель, который продает для вам, да. Слушай, гвозникам тоже можно руку себе проковырять и теперь что, запрещать что ли это самое? Или бензин нюхали, или бензин нюхали. Давайте теперь этот, заправки закроем что ли? Что там ситуация с валидолом была? По рецепту отпускать и так далее. Да, у нас буквально считанные секунды остаются опять до рекламной паузы. Мы продолжим нашу дискуссию. Градус повышается сразу после рекламной паузы, которая, как говорят режиссеры, неизбежна, конечно, на нашем канале. Да и на всех остальных каналах тоже неизбежна. Реклама прямо сейчас. Градус, градус обсуждений у нас повышается во время рекламы друг с другом немножко. Не то, чтобы схлестнулись, а вообще немножко повышает. И это хорошо, поскольку у нас все-таки шоу, ток-шоу так называемое, где люди должны спорить. В спорах, возможно, рождается. Я еще раз говорю, но есть вопрос, который я задал такой. Вот 40% официального алкоголя, 40%. Это статистические данные, от которых никуда не идут. Крепкого алкоголя, я когда. То есть это виски, коньяк, водка и так далее. Есть ли тенденция роста вот этих 40%? То есть будет ли 50, 57, 60? Я думаю, что скорее всего по данным 2016 года, наверное, покажет тенденцию к уменьшению, наверное. К уменьшению даже. Да, потому что растет, последние несколько лет как раз росла доля косметических средств. То есть если они уже 20% составляли, в 2016 год, наверное, там доля еще больше стала. Но из-за тех трагических событий, которые произошли в декабре, в 2017 году тенденция может быть к уменьшению. Но тут уже может возрасти доля контрафактной подпольной водки и может возрасти доля самого наварения. При этом надо учитывать, что в 2017 году, с 1 января, акциз на алкогольную продукцию, на спиртосодержащую, он также увеличился. Минимум сейчас уже повышение цен на 5%, потому что акциз повысился почти на 5 рублей. Да тут гадалки не ходить, можно абсолютно смело предугадать. Еще процентов на 5 минимум. Рост нелегального алкоголя и вот этих космических проблем. Можно я еще один вопрос задам? Давай безможно. Работаем. Уже от Роспотребнадзора. Я вот общался в Нерингре с предпринимателем, который начал производство пива. Совершенно сам варит из хороших материалов. И он рассказывал, с каким трудом он это все зарегистрировал, легализовал. И у него, по-моему, еще очень большие трудности были. Вот он добросовестный производитель алкогольной продукции, но в нашей стране практически невозможно легально произвести алкоголь. Даже пиво, а спирт, говорят, вообще в России там только два, что ли, завода производят. Нет, в России сейчас осталось порядка 30 легальных заводов. Ну очень мало, да. Но я не могу просто так взять и начать производство крепкого алкоголя официально. Зато при этом для нелегальных производителей просто у нас… Вот Андрей говорит, люди же гибнут не только от этого. Вот был случай с отравлением тортами, были случаи, там люди от некачественных новогодних фейерверков получают травму и так далее. Вот этой всей вредной продукции у нас вообще никакого контроля. Возьмем вот эти вот, например, столовки, да, где берут овощи с овощебазы, которые должны были выкинуть, а они из них, значит, готовят нам обед и продают вот эти обеды по 100 рублей. Никто их не контролирует. Пожалуйста. Вот Роспотребнадзор. Почему так происходит? Вопрос какой? Почему так происходит? Почему мы не контролируем каждую столовую ежедневно, да, каждый день мы должны стоять? Почему нормальным предпринимателям у нас все перекрывается и блокируется, а нелегальным... Вы не договорили, что с нерюнгринским предпринимателем? Он просто пожаловался, что очень тяжело производить что-либо официально. Официально, честно производить. Вы же сами толкаете людей в это подполье, в гараж, спрятаться, скрыться и вот этим заниматься. Да, Алексей, я хочу добавить, что... И при этом они говорят, что им нельзя. Это закон, мы же не можем нарушить федеральный закон. Производство пива является под акцизным видом производства и, соответственно, с прошлого года оно должно быть оборудовано также системой эгоизм для производственников. Ведется учет каждого литра... А это дорого стоит эгоизм зайти? Введение системы эгоизм для производственников, это очень дорого. Леша, 50-60 тысяч рублей зайти в систему эгоизм? Нет, это вы говорите про розничную торговлю. Обслуживание системы эгоизм для производственных предприятий это очень дорогое удовольствие, которое обслуживают специалисты Центральной России и каждые несколько месяцев происходит поверка приборов и каждый раз надо вызывать специалистов, оплачивать их техобслуживание, абонентскую плату, еще и командировочное имя оплачивать. Поэтому производственное эгоизм это очень дорогое удовольствие. То есть если сейчас вы захотите возродить пиво Эль-Лей, то вы столкнетесь с такими накладками. Нет, пиво Эль-Лей, хочу добавить, что это производство Агротекс, почему-то все приписываются, это пиво ФПК Якутии, ФПК Якутии никогда не производила пиво под названием Эль-Лей и не собирается производить. Все претензии другого предприятия. Любое другое, скажем так, пиво там якутианка. Еще вот эти супермаркеты продают, в супермаркетах продаются салаты, которые сделаны из мяса, которое прошло срок годности. Мы про алкоголь говорили. Да нет, но это же тот же самый контрафакт. Срок годности это прошел, они берут и продают это под видом свежей еды. К нам поступают очень много жалоб от потребителей. И по каждой жалобе у нас проводятся внеплановые проекты административные расследования. Это же систематизированная эта работа идет по отравлению населения. И вы ничего с этим не можете сделать. И штрафы очень большие, соответственно. Алексей, контрафактный алкоголь. А это все одна система, понимаете. У нас везде. Можно еще один вопрос задать? Давай безможный тоже. Вот вопрос о времени продажи. С двух до восьми, если, допустим, государство заботится о своем населении, думает, что вот с двух до восьми покупают законопослушные люди, а после восьми только алкоголики. Ну, давайте будем честными, так же не бывает. У всех людей есть там дни рождения, праздники, какие-то что-то случилось, какая-то радость не успел купить, там еще что-то. Почему нельзя после восьми, там, ну, давайте сделаем цену побольше, там, ну, 10 процентов добавим, да? Ну, пусть это государство, ночная надбавка будет, пусть это что-то такое будет. Ну, как-то это дело-то. Товарищ, я скажу, да, потому что я сталкиваюсь с этой проблемой ограничений и всякое говорят люди. Я считаю, это не направлено на все население. Это ограничительные меры. На какой-то процент, да? Это какой-то прослойка, называется молодежь. Понимаете, да? Вот как только ограничительные меры они были введены, у нас молодежи не стало приходить к нам, понимаете? Поэтому у нас в этой кёле девушка забывает дверь закрывать. Ну, это, 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 это случай, единичный случай, а в самом деле, да, в системном смысле, да? Ночные клубы идите, там все, вся молодежь там. В системном смысле. Они там покупают алкоголь. Есть алкоголь там. Крепкий алкоголь у нас продается с двух до восьми, а пиво, оно продается, значит, потом дальше. Да, продается без ограничений, по-моему, да? Нет, нет. Почему? С ограничениями? Вот это ограничение толкает людей на употребление наркотических веществ. Молодежь употребляет пиво. Наркотических веществ. Ограничение в употреблении алкоголя, про который все уже известно и все знают, да? Толкает людей, молодежь тоже, на употребление всяких наркотических, там, нюхательных, табаковых. Нет, нет, такого нет. То, что у нас есть ограничения по времени и то, что вывели алкомаркеты из многоквартирных домов, это нам дало результат. У нас, в первую очередь, сохраняем здоровье нашей молодежи. Где это? Андрей, я хотел бы все-таки тебе возразить. Вот с того момента, как было введено, еще давно же было введено ограничение временной с двух до восьми. Буквально спустя, может быть, год или два, я заметил, что в районе Студгородка стало гораздо меньше нетрезвой молодежи. И можно было спокойно, грубо говоря, в час ночи, летом пройти без риска схлопотать по голове. Это в визитах стало? Это не от этого? Нет, на самом деле можно и от этого. Они перестали покупать, стали сидеть по домам, потому что догоняться бегать никто не стал. Нет, на самом деле, ограничения, они дали свой должный эффект, каким образом? Тяжесть течения заболеваний, они стали мягче. Если раньше до ограничительных мер мы имели тяжелейшие последствия длительных запоев, в том числе количество психоза, большое количество, то на сегодняшний день они стали меньше. И нам, наркологам, значительно стало легче их выводить из этого тяжелейшего состояния. Если раньше, когда ограничительных мер не было, мы получали иногда, да, и до слабоумия, да, до органического поражения головного мозга, то на сегодняшний день таких тяжелых последствий мы пока не получаем. И это большой плюс. Нет, каждый на самом деле видит то, что, в принципе, может, желает не видеть. Либо с чем-то сталкивается каждодневно, ежедневно в своей жизни и так далее. Вот они каждодневно сталкиваются, допустим, с дебилами, здесь белой горячкой. Да, вот заблуждение, что, значит, когда меньше будет алкоголя, перейдут на наркотики. Алкоголик никогда не переходит на наркотики, как мы видим, да. А вот наркоман может перейти на алкоголизм, переходит. Я вообще думал, что больше с двух до восьми это не для молодежи, это для... Вот для молодежи это стало полезным. Скорее всего, для пожилого или, скажем так, среднего. Для ленивого, да. Нет, мы на самом деле живем в период урбанизации, скажем так, да, мы развиваемся, да, и со всеми этими развивается и преступная, скажем так, наркомания, да, и вот как раз будет легерство и так далее, и так далее. И в итоге мы также начинаем получать, мы также начинаем получать изменение структуры собственного заболевания. И об этом уже научно мы тоже говорят. Статистика уже все доказала эффективность всех этих мер. Я хочу цифры привести, да. Смертность населения нашей республики от причин смерти обусловленных алкоголем. В 2010 году 631 человек. А когда ввели ограничения, в 2015 году у нас 325 человек. Почему вы это с этим ограничением с чем еще-то? Конечно с ограничением. Открыли спортзалы, молодежь стала умнее. Все, все, Андрей, все, все. Наверное, это комплексный. Это комплексный. Это не сгурдово смело. В том числе и ограничения. В том числе и открытие спортзалы. Просто меня вот это удивляет. Повышение, кстати, вот этого акцизного сбора на водку, это тоже играет. Все эти меры работают. Давайте вспомним 90-е годы, да. Все, наверное, жили в 90-х годах. Алкоголь был доступен. Можно было купить в любом киоске, на любой остановке. Люди-то другие были. В любое общежитие зайди, там везде пивные бутылки стояли. На каждом шаре. Дети спокойно могли, школьники спокойно могли купить алкоголь. Так это же хорошо. Помните, так? И уровень преступности какой-то в 90-е годах. Высокий. С двух до восьми это ничего не решает. Вы сами подумайте. Вот шел мимо, стоит на остановке киоск, где пиво. Конечно, купил студент. А когда не стало этих киосков и продуктов в магазине места, он же не пойдет на алкомаркет покупать. Понимаете? Почему вы думаете? Он позвонит, ему принесут домой. Ему стыдно будет. Ему в общежитии принесут прямо ковру. Давайте про контракт разговаривать. Потому что это дело другое. Все настолько комплексно. Когда мы готовили тему, еще раз говорю. Я не думаю, что там общежития Сергаляха ездит и доставляет. Вот прямо позвоните. Вот сейчас мы можем подобрать доставку алкоголя. Вам прямо сюда принесут. Нет, студенту можно выйти за вахту и получить. И занести это. Абсолютно спокойно, наверное. То есть, все-таки... Но это не делает, потому что они ходят в спортзал. Нет. Поменяли. Это же целенаправленность. Я не к тому говорю, что... ...политика, да, то есть время с 8 до 14, это изобретение нашего региона, скажем так. А до этого есть целая концепция по снижению употребления алкогольной продукции. И в первую очередь, я считаю, что подействовало на снижение алкоголизма среди молодежи. Это запрет федеральный на продажу... Запретные меры или нечто другое. Или комплексная политика в отношении алкоголя. Об этом мы в завершающей части поговорим сразу после, опять же, рекламы. Самое главное, это запрет на рекламу алкоголя. Опять градус повышается. К завершению нашего разговора мы буквально переходим границу и вторгаемся в зону доктрины трезвости, которая в нашей стране все-таки существует уже энное количество лет. Спор переходит в ту плоскость, что помогли ли ограничительные меры или, наоборот, сделали их хуже. Ну, на самом деле, работа у всех у нас разная. И тут в этой же студии представители бизнеса кричали о том, что представители государства сотворили некого суперигрока, который желает загробастать весь алкогольный рынок по себе. Помните же, наверное, да? И говорили, что когда мы придем за десятый километр там, там будет стоять огромный супермаркет, где будут торговать той же водкой государственные мужи. Этого всего не произошло. Нет. По факту нет. Все выкручиваются, как хотят. В результате мы получаем 40% официального легального алкоголя, 20% там, не знаю, какой косметики, 20% самогона и 20% на абсолютно левой продукции, которая из китайского спирта разливается в ближайшем гараже. Примерно так. Вот она, данная констатация, факт. Полиция с этим отчаянно борется. Бутлегеров ловите? Ловите. Роспотребнадзор, крестясь при этом на антикошмарные вот эти доктрины, внеплановые проекты все-таки делают. И при этом Андрей же, опять же, который говорит, что с 2 до 8 это плохо, говорит, что нужно ограничить еще продажу бензина на АЗС. И клеемомент. Ну, на самом деле, наверное, все-таки истина где-то в середине, вот тут где-то лежит, да, и она заключается в комплексе всех вот этих действий, потому что, ну, неофициально все мы признаем, что какие-то определенные районы превращаются в нечто подобное Чикаго, где там Алькапоны, Дейлинджер и так далее, и так далее. Где фуру возят, магаданцы вон печальные лавры оспаривают, типа вы скупаете у нас больше алкоголя, поэтому вы больше пьете. Все мы это отлично знаем. Но какой же вот выход все-таки конкретизируем, опять же, что противопоставить нелегальному, контрафактному, вернее, алкоголю? Культуру питья, как уже говорили многие, да, или, не знаю, более доходчивые до населения цены в магазинах, или более какое-то снижение каких-то запретительных мер. Что противопоставить? Чтобы люди меньше травились. Ну, Дмитрий говорит резонно. Тогда они будут травиться официальным алкоголем. Ну, здесь я хочу сказать о том, что те ограничительные меры, которые есть, это комплексы, комплексы мер, которые направлены на оздоровление населения. Здесь абсолютно верно заметили о том, что молодежь стала заниматься спортом. Это факт. Что у нас открывается спортзал, это факт. Поэтому те комплексы мероприятий, которые мы проводим, да, все вместе с вами, они свой плод дают. И это один из частей, которые вот ограничительные меры. Все-таки у нас тема сегодня касается контрафактного алкоголя. И здесь, мне кажется, все-таки большинство вопросов должно было быть направлено сотрудникам полиции, скажем так, да, какие меры проводятся именно по выявлению и какие последствия вот этих выявлений. То есть какой эффект от этого есть? Нет, ну статистика эта, она общедоступна и известна. Выявлено столько-то, отправлено столько-то. Эффект. Да, наложено штрафов столько-то, дел заведено столько-то. Все это в открытом доступе есть и так далее. Это часть системы, которая вот по идее-то, еще раз говорю, вы же сами просто сказали, будут меньше травиться неофициальным алкоголем, будут больше травиться официальным алкоголем. По сути-то спирт – это одно и то же яд. Это яд, да. Это протоплазматический яд. Поэтому только сознательная трезвость. Мы ведем политику формирования сознательной трезвости у подрастающего поколения и пропаганду трезво-здорового образования у взрослого населения. И достигаем эффекта какого-то, надо сказать, признаться в этом. Положа руку на сердце, вот на Новый год, Петр Сусыч, вы 100 грамм-то выпили? Нет, я нет. Нет? Нет, совершенно нет. Здесь, наверное, половина трезвенники. И я прекрасно себя чувствую, все нормально. Мы отказались от этой традиции в семье давно уже, потому что дети вокруг, внуки, а мы будем поднимать бокалы и пить. Да, это программирование идет. Программирование детей. Да, проблема очень серьезная. Но поскольку на сегодня мы имеем ситуации почти противоположные, да, вот отравление, там продажа, качество алкоголя, вот мне кажется, надо ввести госмонополию на производство алкоголя. Как в советское время? Да, госмонополия на производство, а реализация, пожалуйста, через там торговые сети. Вот смотрите, вы говорите о защите молодежи, да, а сами говорите о производстве алкоголя. Нет, ну, я понимаю, но я человек, значит, понимающий, что вот нельзя, например, ну, сухой закон, да? Вы думаете, в семье, если бы бокал шампанского в Новый год не подняли, вы защитили своих детей от алкоголя на всю жизнь? Нет. Нет же? Нет, конечно. Это же самообман, такого не может быть. Ну, тем более в нашем государстве, когда кругом все телевидение, весь театр, все там, все журналы про алкоголь. Да вся эстрада! Вся эстрада, все, все на этом полу поставлено. Есть такое, да. Другое дело, что мы у себя в республике можем создать такие условия для молодежи. Сделать молодежь, которая совсем не пьет, или сделать такие правила, которые будут, допустим, для молодежи. Допустим, сделать такое правило, да, пока ты не женился, пока ребенка не родил, тебе нельзя пить. Вообще. Ты должен родить здорового ребенка. Правильно. Потом ты троих роди, потом хоть упейся. До свидания. Ты уже нам не нужен. Тогда уже будет. Это уже другой подход. А так, когда я в семье, я думаю, даже шампанское не пью, да, но за госалкоголь. Ну, пьют-то другие пьют, я не пью, а другие пьют, понимаете? Вот я поэтому на федеральном уровне. Начнем с того, что на федеральном уровне была внедрена эта система эгоист. Нет, это же совсем другой подход. Во-вторых, это пропаганда здорового образа жизни. В-третьих, хотела бы заметить, это, наверное, скорее всего, выбор, наверное, человека самого. Вот, как правильно заветила у нас Ульяна Прокопьевна, да, что надо в массы вносить, что такое здоровый образ жизни. Побольше заниматься именно пропагандой. Конечно, будет… Согласитесь, что мы в ограниченном пространстве живем. Конечно, да. То, что у нас продается алкоголь с двух до восьми, это наш субъектовый… В этом ограниченном пространстве мы можем сделать свои правила потребления. Можем? Вот мы и свои установили, что у нас продается алкоголь с двух до восьми. В иных субъектах алкоголь продается с сети утра до десяти вечера. Я хочу сказать о предпринимателях. Вот те, кто продают нелегальный алкоголь, это тоже предприниматели, которые таким образом себе делают бизнес. И вот надо среди них отделить тех, кто по злому умыслу идет туда, а тех, кто идет туда из-за того, что они по-другому не могут себя реализовать в другом легальном бизнесе. Вот какая-то часть этих предпринимателей бы ушла в нормальный бизнес, если бы дать им такую возможность. А какая-то часть, которая злонамеренно, преступники просто по менталитету. Вот этих людей надо жестко ловить, давить и выжигать каленым железом. А как их выжигать, если вот сразу полторы… Я уверен, что среди вот этих даже алкогольных доставок, среди них половина – это ребята, которые, в общем-то, просто хотят себе на хлеб заработать. И если бы у них была возможность сделать бизнес какой-то легальный, нормальный бизнес, человеческий… Ну не на хлеб, скажем, а на машину покручить. Да, да, да. Они бы работали. Только дайте им условия. Вот, кстати говоря, о назначении министра предпринимательства в нашей республике. Может быть… Пока не будем… Нет, нет, ну вот если говорить о комплексе, да, это вот оказывается все взаимосвязано. Если нет условий для предпринимательства в регионе, то они сразу начинают уходить вот в нелегальные сферы. Нет, вот насчет штрафных санкций, да, чуть что случается, там, начинается у нас накал их, да, когда их кастрировать, расстреливать пожизненно и так далее. То есть люди-то осознают… Вспомни историю вот с этими ремнями безопасности, да. Как только повысили штрафы до 500 рублей, через полгода, ну, процентов 50 начал автоматом пристегивать. Согласен с этим? Да. Это предусмотрено, да, проявительность в программе дорожной карты установлена, то, что ответственность не только там от 500 рублей на граждан, как сейчас у нас предусмотрено, КОАП Российской Федерации, а вплоть до уголовной ответственности. То же самое, забота легерства и так далее. Поэтому считаю, что все делается на федеральном уровне, чтобы было меньше нелегального… Запрет бутлегерства – это, на самом деле, вот то, что Петр Сусоевич говорит, что-то разновидность государственной монополии, да, или, вернее, лицензирование, на самом деле, по-хорошему тех, скажем, точек продажи алкогольной продукции, которая, по идее, должна обеспечивать ваше управление. По идее. Но, еще раз говорю, мы все реалисты, на самом деле, у нас реалисты звучат такие. 40% официального алкоголя, 20% самогона, 20% косметики всякой разной, 20%… Но это данные по Российской Федерации. Это да, в среднем по России. В среднем по России. И я не думаю, что у нас отличается. В Якутии пропорции, я думаю, что лучше, скажем так, да, потому что… Если вернуться к теме контрафактной продукции, хочу обратить внимание, что мы все живем в городе Якутске, поэтому вот те данные, которые звучат, мы думаем, что здесь в Якутске большое распространение контрафактной продукции. Необходимо по данным утилизированной контрафактной продукции, которые мы в свое время содействовали активно в утилизации, да, самое большое количество изъятых контрафактных продукций – это города Нерингри, Алдан и северные районы. То есть, к сожалению, это в Батагае, да. То есть нельзя говорить, что в Якутске очень большое распространение контрафактной продукции. В последнее время участились данные, это связано, видимо, все-таки с тем, что цены на алкогольную продукцию растут, и, соответственно, есть желающие обогатиться на продаже безакцизной продукции. А там, где пути доставки продукции самые ближние и где, согласно официальной статистике, потребление алкогольной продукции снизилось на 40-50% за последние два года, это Нерингре, Алдан, Мирный и Ленск. Это промышленные города с большим количеством населения, где практически отсутствует контроль со стороны правоохранительных органов за алкогольным рынком, где прямо на местах производится часть алкогольной контрафактной продукции. И вот в этих регионах как раз самое большое количество, не регионах, а городах, самое большое количество изъятой контрафактной продукции. А сколько прошло мимо изъятия, это еще дальше. Я подытоживаю, буквально у нас считанные секунды остаются, на самом деле доступность к каким-то транспортно-магистральным сетям обеспечивает, вернее, удаленность нашего города, конкретно Якутска, обеспечивает нас более-менее стабильную, скажем так, ситуацию, которую мы располагаем на сегодняшний день. В городах, которые расположены на той же сибирской магистрали и так далее, ситуация гораздо хуже. И то же самое творится на северах, потому что там, какой процент контрафактной алкоголя заводится туда и употребляется там, об этом мы можем только просто догадываться. И еще раз мы будем следить очень внимательно за этой темой, за алкогольным рынком, одна из ключевых тем, которая будет интересовать нас всегда. И спасибо всем участникам, что вы выразили свое мнение по поводу контрафактного алкоголя. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok